МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГТНР РЕГІОННУ на телеканалі Беларуся 1 у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Урачистая мероприемство, присвященная Дню Наставника, отбылось сенья у областном центре. Гомельский областный дом наученцев и работников установ профессийной адукации собрал педагогов из всех районов области. Творчие номеры, песни и танцы у выполнений наученцев школы и артистов, а так само словы подяки от керавництва, отримали у гэтый вечер наставники. Лепшие из них были узнагароджены дипломами и памятными подарунками. Уже другий год за примены самых креативных и отказных заносится в книгу «Педагогичный олимп». До того ж были подведены и огольные выники працы Галиной Адукации, а яны, як высвятилася, одны з лепших Украине. Сегодня профессионализм и майстерство наших наставников дозволяют добро выглядать на фоне остальных регионов. Гомельские школьники на предметных и спортивных олимпиадах на другим местце Украине. А по тестированию в оголе за минулый навучальный год удалось изробить значный прорыв. За пошней позиции, где находилась Гомельщина, летость в область вышла на выниковую третью. А гэта дает подставу сподзяваться на поспехи и в будущем, и полевшая настрой наставников на передадни их профессийного свята. Учитель – это человек, который дает не только знания, воспитания нашим ребятам, нашим воспитанникам, учащимся, но и будущее в целом всего государства. Группа представников Сусветного банка завершила двухдзённый визит у Гомельскую в область. Гости наведали шерох объектов, где реализуются проекты по программе энергосбережения у районах потерпелых от Чарнобыльской авары. Так само разглядались о пытании додатковой пазыки. Гэта уже далёка не перший визит замежных гостей у наш регион. Починающий с 2006 года Международный банк активно поддерживает жахару Гомельской в области. Сродки были выделены 13 районам, яким необходна допомога у реализации проектов по тепло- и энергосбережению. Я начал работать над этим проектом ещё на этапе его подготовки в 2005 году. И, конечно же, мне очень приятно видеть, насколько улучшилась ситуация с заменой окон, входных, гроб, светильников, школах, больницах, других объектах социальной инфраструктуры. Насколько улучшилась система теплоснабжения. И мне просто лично, по-человечески приятно видеть, какие хорошие достигнуты результаты. Группы экспертов Сусветного банка, так само керавництва Департамента по энергоэффективности Гомельского областного управления по наглядзе за рациональным выкористанием ресурсов, провели широкий встреч, на яких обмерковывались надзённые пытания несуместных проектов. У той же час разглядались перспективы додаткового финансования. Як один из вариантов дальнейшего супрасовниства – республиканское унитарное предприемство «Гомель Энерго». Замежных гостей цікавили махчымасти реконструкции одной со старейших у республицы – Гомельской ЦЭЦ-1. В Гомельской области, наверное, наибольшее количество, а может быть, одно из наибольших количеств мероприятий, которые выполняются с финансированием. Это и реконструкция котельных, это и работы, связанные по термореабилитации зданий, это займ дополнительный, связанный с чернобыльской проблемой. Международное шарнобыльское супрасовниство у Пошнича сотримливает новый импульс. Нагадаем, только у рамках додатковой пазыки в области выделено свыше 11 миллионов долларов. Сродки пойдут на забеспечение 18 объектов адвокации и социальной сферы, шкло пакетами, замену святильного, так само на модернизацию пяти котельняв. У коммунальных господарков нашей области. На Шарзе – Гомельская ЦЭЦ-1. У нас очень жесткий график установлен для оформления этого дополнительного финансирования, поэтому надеемся, что и со стороны Всемирного банка, и со стороны наших белорусских, в частности, гомельских партнеров, у нас все получится, мы в эти сроки уложимся. Перспективы заявления Ассоциации региональных телерадиокомпаний Беларуси, России и Украины обмерковали подчас двухбоковой встречи керавники телерадиокомпаний Гомельской и Херсонской областей. Подробязности у материале Александра Гавейки. Идея заявления, а больше докладно одраджения Ассоциации региональных телерадиокомпаний Беларуси, России и Украины с центром у Гомеля належит директору областной телерадиокомпании Виктору Котову. Коли десяти годов тому подобное международное формирование теле и радио журналистов уже уясновало. Годы прошли, а партнерские совести не просто заховалися, яны умацевалися и поширилися. Это прекрасно, мы могли бы координировать свои действия, по ряду освещаемых проблем, контактировать, встречаться, принимать какие-то решения. Эти, безусловно, две решения влияли бы на построение творческого производства, на процессы. Сустреча с керавником Херсонской областной телерадиокомпании «Скифия» не выпадковая. Миновитая эта региональная студия телебачения Украины – одна из самых прогрессивных в Украине. У компании працует около 300 человек. За сутки студия вырабляет 6 годин властного эфирного продукта. До речи, гостям одной из самых рейтинговых программ телеканала «Скифия» стал и директор телерадиокомпании «Гомель» Виктор Котов. Действительно интересно послушать человека, которого большой опыт телевизионный, нам, молодым, еще надо многому поучиться, многое узнать. И, конечно же, интересно послушать, как у вас там в Беларуси телерадиокомпания «Гомель». Я так понимаю, она очень похожа на телерадиокомпанию «Скифия», мы почти ровесники. Эфирная версия программы зараз доступна и глядачам «Гомельшины». Я ее можно убачить на официйном сайте телерадиокомпании «Гомель». Гомель стал другим областным центром краины на территории, которого открыли региональный центр трансплантологии. Зараз тут ведется подрихтовка до первой операции по операции «Нырки». Ранее такие высокотехнологичные операции пациентами, которые проживают в Гомельской области, могли работать только в столице. Евгения Акимцова высветляла подрабязности. Пересадка «Нырки» в регионе – знаковая подея для беларусской охоты здоровья. Курс на развитие высокотехнологичной меддопомоги в областях был взяты давно, когда у них начали открываться центры кардиохирургии. Сегодняшень он нашел в свой протягу развитие такой галиномедицины, как трансплантология. Сегодня у Гомельской области працует пять отделений у гемодиализу, два с их областным центры, а остальные три – у районах. Пациентам, которым назначена эта процедура, потребна у обовязковым парадку проходить ее несколько разов на тызень. Тяжко доводится же храм насильных пунктов, что находится у отдаленности от станции гемодиализу. Кабы выйти с этого замкненного кола «Дом-больница-дом», пациентам потребуется трансплантация «Нырки». Полностью готово все оборудование, расходные материалы и персонал для первой пересадки почки. Под руководством старших коллег из центра, из Минска, из РНПЦ, планируем в ближайшее время выполнить эту пересадку. Больше за 120 же хоров Гомельщины сегодня находится у спися чаканья трансплантации «Нырки». Для пересадки органов важна худкая доставка пациента, каб знизить час консервации трансплантанта. А гэта – одна з немаловажных причин створения региональных центров – трансплантологию, темлику и у Гомели. Это позволит быстрее продвигаться очередь, то есть человек быстрее получит помощь. Плюс человек хронически будет привязан к центру, где выполнена трансплантация. То есть приезжать, получать медикаменты, сдавать анализы, дополнительно проводить обследование. То есть он будет в ближайшие несколько лет после пересадки привязан к центру, то есть обязан постоянно посещать. И, соответственно, человеку из Гомельского региона это достаточно тяжело ездить в Минск физически и финансово. Соби кошт одной такой операции складает от 5 до 7 тысяч долларов. Додать до всего зарплату урачам и другие расходы отримывается достатково великая сумма. У той же час передавши частку працы на областный узровень, республиканские медицинские центры смогут развивать новые направления операции органов. Евгения Кимцова, Игорь Марышенко, Валерия Гапанько, телерадио, компания «Гомель». Сегодня у Гомельской специализованной славянской библиотецы распачались международные навыковые читания, присвеченные памяти народного письменника Беларуси, академика Ивана Навуменки. Головная мета конференции «Региональная, национальная и агульно-человечая» у славянских литературах – доследование спадчины знакомитого письменника. Иван Навуменка – вядомый литературный дед, как в нашей стране, так и далеко за ее межами. Миновата тому, увагу до творчасти письменника проявляют как белорусские, так и замежные доследчики. В уголе подобное мероприемство стало уже традиционным для Гомеля. Раз в два года сюда приезжают ведущие в ученые и литература-знавцы из Беларуси, России, Украины, Польши и других краин света. Приемно, что щир интерес до творчасти Ивана Навуменки проявляет и гомельская молотика, а также каждый раз активно удельничая у конференции. Межнародные читания протягнутся и завтра. У гэты день плануется проанализовать наибольшь актуальные зъявы у культурным житті славянских народов и вызначить перспективы классичной литературы у эпоху глобализации. Праца у России может обернуться трагедией. Имкнувшись зарабить, люди шукают працу про посередников у интернете. При этом часто сутыкаются с липовыми фирмами и предприемствами. На сегодняшний день Мазырским районным отделом внутренних справ отшукувается 19 человек, которые отправились на заработки в суседнюю краину и возникли без весток. Репортаж наших мазырских коллег. Павел Нестярыня съехал в Россию в червене этого года. Молодой человек марил про машину, а мальгот збирал гроши. До этого праца уладковался про посередников. Потым вырошил знайсти працу самостойно. У интернете наткнулся на выдатную пропанову и отправился в Нарафаминский район мястечка Крэкшин. А пушний раз Павел связывался с матью у початку вересня. Сказал, что с ним расплатились и что он збирается додому. Я когда последний раз с ним разговаривала, говорю, сынуля, ты будешь ехать, обязательно мне позвони. Говорю, да, мама, конечно. Как пересеку границу, так я тебе позвоню. И вот он должен был вернуться в начале сентябра. И не звонка, и ночью звонила. И утром, и вечером, в разные часы. Думаю, ну мало ли, может не попадаю. Так в разные часы звонила. И ни слуху, ни духу. Сайта фирмы, где працавал Павел, у интернете больше нема. Белорусский номер спочатку был заблакованный, а теперь по заканчении трех месяцев ее належит с иншему абоненту. Не ведая мати и сябру, с якими съехал ее сын на зарубки. Я за эти три недели, уже, кажется, голова не соображает ничего. Извелась все. Какой плачешь день и ночь. Теперь пошуками из них Лагопаула займается милиция. На жаль, не такая, это уже и простая справа. Пауномодства белорусских милиционеров у Российской Федерации обмежаванное. Сложность заключаться в том, что граждане пропадают на территории Российской Федерации. Как правило, это поисковые мероприятия. Мы, как сотрудники Республики Беларусь, там проводить не можем. Мероприятия ограничиваются в рамках направления каких-либо запросов, телефонных звонков сотрудникам милиции Российской Федерации. Ну, как правило, там не совсем должным образом осуществляется поиск. Подобных выпадков в районе десятки. Сегодня с 27 вниклых безвесток 19 съехали у Россию на зарубки. Супрацовники милиции стверждают, выпадков с изникнением людей за межой было бы значительно меньше. Колебьяны покидали своим близким докладные координаты места працы. Адресы, телефоны, свои и тых, с кем яны отправились в поездку. Основной проблемой является еще и то, что белорусы уладковываются на працу нелегально, тем самым позбавляючи сабе элементарных правов и обороны. Илона Шалловская, Олег Фитцнер, телеканал Мазыр, специально для телерадиокампании Гомель. И об спорте. Ушинование переможцев и призеров республиканской спартакеяды школьников отбылося в Гомеле. У першиню запошня семь годов представники нашего региону поднялись на такую высокую агульнокомандную позицию. Сборная Гомельской области заняла другое место у турнирной таблицы. 434 спортсмены с города над Сожем змагалися во усих представленных видах спорта. Первое место гомельчане заняли у споборництвах по боксу, боротьбе, у пляжным волейболе, веславане и плаване. А кроме того, добра выступили наши гимнасты, легкоатлеты, дзюдаисты. У агульнокомандным залику гомельские школьники соступили только сборной города Минска. Соступили не шмат, 43 очки. Але же без гэтага прогрессу у подрихтовцы пропанавали рыхтоваться до республіканской спартакеяды школ 2013. Игэта была почня информация вечерняга выпуску. У студии працывала Наталья Игнатенко. Удалага вечера и до новых сустречу эфиры.